Рамштайн всегда были очень неоднозначной группой. Они скандальные, жесткие, брутальные, местами отталкивающие и даже мерзкие. Но в то же время они очень яркие и неповторимые. А все их творчество можно охарактеризовать как настоящее немецкое качество. С этим уж точно не поспоришь. Поэтому Рамштайн всегда имели огромную армию фанатов. Но и не меньшую по численности армию ненавистников. Многие вообще считают дурным тоном слушать этих ваших Рамштайн. Типа все это мейнстрим, показуха, а песни состоят всего из двух аккордов. Да, возможно так оно и есть. Но почему же тогда их любят и знают практически во всех уголках планеты? Быть может они делают что-то такое, что не под силу другим группам? Конечно, на любые аргументы о том, что Рамштайн одна из величайших групп современности, у хейтеров всегда найдется что сказать. Но чего у группы нельзя отнять, так это превосходных песен, потрясающих концертов и, конечно же, интересных разнообразных клипов, о которых мы сегодня и поговорим. Всем привет! Я вернулся и очень по вам скучал. Надеюсь, что вы тоже. И чтобы не давать лишних поводов мелким выскочкам с Ютуба, вначале немножечко рекламы. Хочу познакомить вас с таганрогской группой Боль Эдема. И если ты тянешься перемотать рекламу, то не делай этого, так как группа действительно годная. Ребята выпустили шикарный 10-минутный клип, который можно назвать настоящим короткометражным фильмом. Боль Эдема была основана в 2016-м году. Ее костяк составили бывшие участники двух других проектов. Собственно, как это обычно и бывает. На руинах старого вырастает новое и свежее. В результате получился довольно оригинальный синтез, который сочетает в себе элементы рока и электроники. А общая атмосфера напоминает о раннем Думе и готике начала 90-х. Музыканты группы убеждены, что классическая передача этой атмосферы в границах металла себя уже изжила. И поэтому пытаются воссоздать ее с помощью электронных аранжировок, нестандартных гитарных партий и вокала. Получается ли это у них? Судите сами. Ссылку на клип и паблик оставлю в описании к видео. «Иногда мне кажется, что ты придешь к затменьям». Как определяют сами музыканты, тематика их произведений – это любовь, смерть, обреченность, отчаяние и безысходность. В данный момент группа готовит к записи полноформатный альбом. Пока же можете послушать несколько их EP и посмотреть этот красивый 10-минутный клип. Ссылку найдете, как всегда, в описании к видео. Ну а я перехожу к теме ролика. А тема ролика – самые крутые моменты в клипах группы «Рамштайн». И если учесть, что все их ролики – это практически мини-фильмы, то будет непросто. Но я постараюсь. Причем выберу момент из каждого их видеоклипа. А в топе они будут расположены по дате их выхода. То есть начнем с самых ранних работ, а закончим последними весьма скандальными роликами. Да, кстати, возможно, сейчас уже кто-то пишет, что очень много воды. Поэтому без лишних слов – начинаю. Начинаю с самого первого клипа «Рамштайн», который вышел в далеком 1995 году. Конечно, многие из вас знают более позднюю версию этого клипа, но до нее мы еще доберемся. Данная же работа была снята за копейки. По сути, это была простая фотосессия для альбома, но было решено заодно и снять ролик. Какой же момент мне кажется самым крутым? Помимо того, что музыканты здесь, ну, очень молоды, и это само по себе очень классно. Пожалуй, я выберу вот этот. Тем более, далее этот жест станет культовым и будет использоваться Тилем и впоследствии. А вот и первый настоящий клип группы. Здесь уже имеются декорации, профессиональный свет, грим, костюмы и классные на тот момент спецэффекты, чего только стоила полноразмерная лодка в песках с чумным доктором, который выступает в роли погонщика для наших бурлаков. Я уже не говорю о том, что Тиля тут практически поджигали. Забавный факт, что группа очень старалась с этим клипом, а в итоге его отказались где бы то ни было транслировать. Конечно, позже, когда Рамштайн стали суперзвездами, и над этой работой с милостью велись продюсеры. Мой самый любимый момент – это когда Тиля привязывают к носу корабля. Вроде выглядит классно, но одновременно забавно из-за нелепых и неловких телодвижений музыканта. А этот клип принес группе первый настоящий успех. Так как эта песня использовалась в качестве саундтрека в культовом фильме Дэвида Линча «Шоссе в никуда», кадры из которого мы и видим в этом клипе. Сам ролик сделан довольно просто. Фрагменты фильма перемешаны с концертным выступлением группы. И все. Забавно, что реально заметно, как кадры с группой немного растянуты, и добавлены черные полоски снизу и сверху, чтобы соответствовать широкоформатным кадрам из «Шоссе в никуда». Ведь фильм-то был снят для широких экранов, для кино. Вот и пришлось монтажеру выкручиваться. Выбрать любимый момент здесь сложно, так как это по сути, ну, реклама группы. Этим клипом они пробивали дорогу в высший свет. Но выбрать что-то надо. И пусть это будет кульминация клипа, где на сцене появляются пиротехнические эффекты, и кадры с ними очень динамично перемешаны с фрагментами фильма. Выглядит действительно круто даже сейчас. Первый настоящий хит – «Duhast». Многие до сих пор ассоциируют «Рамштайн» именно с этой песней. Да и что уж там таить, именно ее многие до сих пор ждут на концертах. Да и вообще первой услышали. Причем это первый клип группы с полноценным сюжетом. В клипе круто все. И съемки, и локации, и конечно же сюжет с отсылкой на творчество Тарантино. Самый же любимый момент в этом клипе – это когда девушка главного героя понимает, что не ее возлюбленного приехали убивать на этой сходке, а ее саму. И все, что нам показывали, все эти пытки – это лишь плоды ее больного сознания, подпитанные страхом за любимого человека. Браво, да и только. Если в прошлом клипе был всего лишь омаж на творчество Тарантино, то клип Энджел буквально пересказывает историю фильма «От заката до рассвета», к которому Тарантино тоже приложил руку, вместе с Робертом Родригесом. Даже тот самый культовый танец со змеей пересняли. К слову, мой любимый момент из этого клипа – это когда девушка напаивает Флаки спиртным тем же способом, что и в фильме Родригеса. Думаю, что именно с этого клипа Флаки стал часто играть роль мальчика для битья, как на концертах, так и во многих других клипах. Вновь «Дорыч зо гуд», о котором ранее и я уже говорил. Но на этот раз это настоящий фильм ужасов в атмосфере средневековья. Очень криповая работа, которая до сих пор пробирает меня до мурашек. Да и сама история о том, как оборотни искали девушку по запаху с потерянного платка, заслуживает Оскар за сценарий. Этот маскарад, оборотни, обнюхивающие девушек в масках, дьявольские горящие глаза убийц в овечьей шкуре. Конечно, физические эффекты устарели, но именно поэтому они и сейчас смотрятся так пугающе. Никакая графика тут была бы неуместна. Очень сложно выбрать какой-то один единственный фрагмент, но такой имеется. Причем он запал мне в душе еще при первом просмотре этого, не побоюсь сказать, шедевра. Вот он. Прекрасная кульминация замечательной истории. Об этом клипе сложно что-то сказать, потому что от Рамштайн здесь совсем немного. Песня – это кавер на депешмот. Видеоряд состоит из отрывков фильма «Олимпия» режиссера Лени Рифеншталь 1938 года, посвященного Олимпийским играм, которые проходили в Германии в 1936 году. А так как Рифеншталь была личным пропагандистом Третьего Рейха, то клип Рамштайн с ее кадрами устроил настоящий скандал. Группу обвиняли в нацизме, фашизме и далее по списку. Забавно, что в этом их обвиняют до сих пор. Тем более, что в 2019-м они дали еще один повод, но об этом позже. Что же касается клипа «Стрэпт», то любимых моментов для меня в нем нет. Могу лишь выделить прыжки спортсменов в воду. Они так интересно смонтированы, что создается ощущение, будто они парят и устремляются ввысь. А вот и период по-настоящему оглушительного успеха «Рамштайн». Причем далеко за пределами родной страны. Альбом «Мото» стал пиком качества и стиля группы. Не зря именно на этот альбом приходится целых пять клипов. И первый из них именно этот. Видео представляет из себя современную и весьма депрессивную трактовку сказки о Белоснежке. Бедные гномы вкалывают на шахтах с утра до ночи, чтобы добыть для своей прокровительницы некий минеральный наркотик. После употребления коего она добреет и позволяет гномам немного расслабиться. Чего такого они еще с ней делали во время ее наркотических трипов, упирается лишь в вашу фантазию. Но то, что они ее по-настоящему любили, это факт. Это видно здесь. Найдя ее мертвой ванной от передоза, маленькие рабы сильно расстроились и даже собрали для нее хрустальный гроб. Хотя, быть может, здесь обыгрывается синдром, когда жертва привязывается к своему мучителю. Мой любимый момент в клипе это концовка. Гномы оплакивают утерю и внезапно на гроб падает яблоко. А девушка оживает. Видимо, она была просто в коме. А нравится концовка мне тем, что гномы вроде как обрадовались, но следом идет вот эта сцена. То есть, теперь они вновь вкалывают по черному. А вот первый и пока единственный стоп-моушен клип от «Рамштайн». Вообще радует, что группа не останавливается на каком-то отдельном стиле, а постоянно экспериментирует в клипах. Лично я в этом ролике на примере муравьев вижу отсылки к фашистской Германии и Третьему Рейху. Вот чем здесь не омашно Адольфа Гитлера. Даже жестикуляция сохранена. Но самая жирная отсылка идет ближе к концу клипа. Это как раз и является моим любимым моментом в ролике. Аж мурашки по коже. Далее по списку идет настоящий гангстерский триллер с отменным закрученным сюжетом. Режиссура достойная Гая Ричи. Динамичные съемки ограбления, стильные стоп-кадры, хорошо прописанные персонажи и огромная массовка. Однозначно это один из самых любимых мною клипов. Много насилия, жестокости и брутальности. Да еще под такую превосходную песню. А самый любимый момент это когда главарь банды остается в одиночестве перед мертвыми журналистами. Но с включенными камерами, которые транслируют происходящее в прямом эфире. И вот эти кадры с играющим ребенком на фоне страшной трансляции по ТВ. Это черт побери сильно. Какой глубокий смысл вложен в эти секунды? Просто не передать словами. Скажу сразу, клип на песню Мото далеко не самый мною любимый. Все потому, что в нем практически ничего не происходит. Да, цепляющая песня с трагическим сюжетом делает свое дело. Но вот визуал как-то отталкивает. Этот юродивый близнец в заточении, которого подкармливает брат. Это по-своему круто, мрачно и даже страшно. Но пересматривать это видео у меня не возникает желания. Возможно из-за хорошо переданной гнетущей атмосферы безысходности. С самыми же крутыми кадрами я считаю вот эти под водой. Что отсылает к обложке одноименного альбома. Да и мелодия здесь просто превосходная. Фаерфраера, как я называю этот клип. Это уже не ужасы, не триллер, а настоящий тестостероновый боевик. Огонь, мускулы, мужской пот, закрытый клуб, красивые женщины и еще раз море огня и дичайшая энергетика. Не зря именно эту песню выбрали для фильма 2002 года 3Х с Вин Дизелем. Кстати, клип снимался прямо на съемочной площадке. И сейчас его мы можем видеть в самом фильме. Как же я тогда охренел, когда пошел в кинотеатр на новый боевик с Дизелем. И в начале еще и увидел выступление одной из любимейших групп на тот момент. Это был восторг. Любимый момент это конечно же кульминация с уже легендарными лицевыми факелами. Новый альбом. Новое настроение. Новые клипы. Данный ролик вызывает у меня как минимум гнетущее состояние. Музыканты здесь просто настоящие артхаусные актеры. Забавный факт, что каждому из них выделили отдельную комнату и попросили делать что-то безумное. Не зная при этом, что делают другие участники группы. А финальный монтаж стал сюрпризом для всей команды. Музыканты. Кстати, обратите внимание, именно в этом клипе Тиль начал проявлять свои извращенные наклонности. Которые позже вырастут сами знаете во что. Ну а самая крутая сцена, как вы уже догадались, это прогулка музыкантов по городу в собачьей упряжке. Причем сцену снимали на оживленной улице. Вот уж действительно полная отдача искусству. Америка. Ох, ну что тут сказать. Залютый сарказм в сторону одной из величайших стран агрессоров это круто и смело. Немцы в ролике кажется прошлись по всем самым святым вещам для американца. От высадки на луну, которая якобы снималась кубриком в съемочном павильоне, до Микки Мауса и Кока-Колы. Также Рамштайн не забыли стебануться и по поводу коренных жителей Америки. Индейцы на луне это просто ржака. Ну и конечно же любимый момент это окончание съемок высадки на луну. Слава богу у группы хватило ума не шутить над башнями-близнецами торгового центра, которые были разрушены террористами, якобы террористами в 2001 году. И в принципе это понятно, потому что после такого бы стеба Рамштайн в США точно бы не пустили. Это один из моих любимейших клипов, а песня пробирает просто до костей. Нам показана прекрасная история настоящей мужской дружбы. Группа альпинистов восходит на гору, но во время восхождения Тиль срывается и падает вниз. К счастью он выживает, но сильно травмирует ногу. Но самое страшное, что они уже довольно высоко, и один он с такой травмой вернуться не сможет. И каждый участник экспедиции это понимает. Поэтому они принимают волевое решение идти дальше. Люди они опытные, но горы... Горы не прощают неосторожности. Вот здесь, кстати, очень хорошо показан безмолвный диалог. Каждый все понимает, и Тиль в том числе. С такими травмами живыми не возвращаются. И зная это, покалеченный альпинист решает идти до конца. Вся группа помогает обессиленному товарищу забраться на вершину. Заметьте, как в тему показан крест на пике. Он символизирует, что счастье от покорения вершины сменится горючью от утраты одного из взошедших. А вот и самый сильный момент. Тиль смог. Тиль добрался. Он окидывает взглядом всю долину с покоренной высоты и умирает, прислонившись плечами к своим друзьям. Ну а здесь уже откровенный стёб и сарказм. Музыканты представлены в виде толстяков, которые уже всего добились и им просто уже нечего желать. У них всё есть и ничего не хочется. Цитата. Я не хочу себя любить, не хочу до себя дотрагиваться. Я бы хотел анонировать, но мне лень это делать. Скорее всего здесь музыканты говорят о том, что самое крутое уже позади. Они добились славы и известности, а получив всё, что только пожелаешь, вкус к жизни пропал. Они передвигаются на разных машинах. Они устали друг от друга. Всё, что их держит, это даже не группа, а воспоминания о былых временах. Заметьте, они не играют на стадионе, а собрались просто в подземной парковке, чтобы просто тряхнуть стариной, как старые добрые времена. Мне нравится, как Флаки опускает стекло автомобиля, смотрит на музыкантов, в нём что-то на секунду мелькает, но, видимо, вспоминая, что он всегда был мальчиком для битья, опускает стекло обратно. Блин, Рамштайн это реально актёры без Оскара. Любимый момент, когда Флаки на механизированной коляске начинает своё слово на клавишах, а Тилю от перегрузки аж поплохело, и ему тут же приносят баллон с кислородом. А ещё Пауль здесь очень забавно прыгает, а бедный Флаки даже встал с коляски, чтобы воссоединиться со старыми друзьями, но всем на него начхать. Вот у кого точно не занимать самоиронии, и есть чему поучиться. Бензин! О, да! Это крутой клип! Да, таких безбашенных пожарников нужно ещё поискать. Выезжая на своём монстр-каре, работники ножа и топора причиняют столько ущерба городу, что никакой пожар не смог бы это оправдать. Сразу вспоминается вот этот мем. Я работаю на отъебись, как и все здесь. Мой самый любимый момент в клипе, это когда Пауль засыпает, и ему снится, что он доблестный спаситель прекрасной фрау. А другие участники выступают в качестве демонов огня, или что-то в этом духе. Смотрится очень крипово и классно, но это всего лишь сон. На деле экипаж уже в городе, и тут как минимум вспоминается игра Кармагеддон, не меньше. Разрушения просто колоссальные, а спасатели в кавычках не мигнули и глазом. Ну, типа рутина чё? Скучная работёнка? В итоге, сломав и свой автомобиль-убийцу, отряд таки прибывает на вызов. И что мы тут видим? Ба! Да это же Флаки-самоубийца. Спасут ли они хотя бы его? Сейчас посмотрим. Ооо, это вновь очень сильный сюжетом и страшный клип. О нём я подробно рассказывал вот в этом видео. Можете поставить данный ролик на паузу и посмотреть этот, а потом вернуться. Тут же я не буду повторяться, а лишь укажу самый крутой момент на мой взгляд. Конечно же, это сжигание на костре обманутого и падшего священника. Жуткий клип, причём страшен он своим реализмом. А вот и первая весточка помутнения рассудка Тиля. Тогда мы ещё думали, что это разовая акция. Боже, как же мы все ошибались. Уж не знаю, кому может понравиться этот клип, но нормальные гетеросексуальные фанаты Рамштайн в день премьеры этого шедевра явно были в шоке. С недоумевающими лицами и открытыми ртами смотрели они на своего брутального кумира, облачённого в чуки да каблуки. Лично моя реакция была примерно такой. Да, конечно, это смело и дерзко, но вот прям на грани. Интересно, сколько литров масла они в тот день потратили? Что же выбрать из этого шедевра в качестве самого крутого момента? Постараюсь выкрутиться. Хотя я зря переживал, такой момент имеется, причём довольно криповый. Тиль в образе какого-то существа, то ли падшего ангела, то ли демона, возвышается над всей этой кучей голых мужиков. Выглядит, конечно, специфично. А ещё он очень круто рвёт на себе волосы. Видать, понял, в какой дичи снялся. И вот накал страстей на пределе. Чуваки связались с тем самым клипмейкером, который снял культовый клип продиджи с Make My Bitch Up. И решили его переплюнуть, сняв настоящее порно. Настоящее, мать его, порно. Я не представляю, как вот это Превратилось вот в это. Воистину, пути Господни неисповедимы. Ох, помню тот ажиотаж в 2009 году, когда этот ролик пытались удалить везде, где только можно. Но что попадает в интернет, остаётся в нём навсегда. И доблестные хакеры-извращенцы перезалили этот клип столько раз, что никакая цензура не справилась бы. Расстроил лишь тот факт, что в самых пикантных моментах оказывается лица музыкантов были подставлены к телам порно-актеров. В этом плане Флаки вновь не повезло больше всего. Его сделали каким-то трансгендером с явно искусственной грудью. Я бы показал вам мой любимый момент в клипе, но боюсь отхватить страйк. В общем, это в конце. Сама кульминация полового акта. И это не потому, что я такой извращенец. Нет. Хотя, почему нет? Да! Просто на то время это было прям дико смело и очень скандально. За это и респект. А всем моралфагам и телесам. Пусси это сарказм и гипертрофированный юмор. Поймите уже это, наконец, хейтеры. А вот этот клип в свое время меня немного разочаровал. Тут нет истории. По сути, ролик концертный. Да, конечно, снят он был не на настоящем концерте, а просто на сцене с красивым оформлением, новыми фишками сцены и элементами шоу. Рамштайн этим клипом как будто бы напоминают, кто они такие на самом деле. Плюс имеются интересные спецэффекты. Например, первое появление загорающейся лампочки во рту вокалиста. И беговая дорожка у флаки. Конечно, можно назвать фишкой и микрофон Тиля, который просто вставлен в огромный фалоимитатор. Но я не буду делать на этом акцент, так как лет через 10 Тиль и не такое покажет. А самым крутым моментом пускай будет вот это. Здесь огонь буквально обволакивает музыкантов. Смотрится красиво и завораживающе. Да, а еще у Тиля тут вновь появляется раздвоенный змеиный язык. Ох, как же я люблю вступительную мелодию этого клипа. Эта клавишная партия просто прекрасна. Я вообще в принципе могу зацикленно ее слушать. Уж очень она мне нравится. Клип, как вы знаете, посвящен похоронам фронтмена Рамштайн. Забавно, что уже в начале церемонии оставшиеся музыканты подбирают замену усопшему. Например, мелькнул Джеймс Хэтвилд из Металлики. Честно говоря, с трудом представляю его с микрофоном фалосом в руке. Но да ладно. Сама же церемония делается как будто на отвали. Вроде все добротно, богато. Но то любовницы Тиля что-то не поделят. То кто-то прямо на кладбище естественные нужды справит. А то и вовсе драка между музыкантами начнется. Также отдельно ролик порадовал отсылками к другим работам Рамштайн. Вот здесь мы видим Духаст с альтернативным развитием сюжета. А тут уже нам показывают, что Тиль не просто так сорвался с горы в другом клипе. Также тираном Тиль выставляется и в образе Белоснежки из клипа Зонная. Вот высадка на Луну из клипа Америка. И везде так или иначе Тиля стараются убить сами музыканты. Кстати, в клипе есть еще несколько интересных отсылок. Вот это явно омашно культовый фильм Дэвида Линча 7. Кто смотрел, тот поймет. А еще многие заблуждались, что в ролике присутствует Мэрилин Мэнсон. Но это не совсем так. На стене возле людей просто висит его портрет. И складывается впечатление, что он там реально стоит. Самый же классный момент, это когда во время драки Флаки падает в могилу. Прямо на гроб. Пробивает его, а Тиля-то нет. Мужик всех поймел и просто свалил от всего этого безумия в теплые края. Нежится на песочке с красотками. Так, в ужасах, триллерах и порно ребята себя уже попробовали. Пришло время полукомедийных, дешевых американских сериалов про спасателей. Представляю, как бомбило у фанатов, которые привыкли к суровым огненным монстрам, облаченных в спецодежду. А тут такое. Но не торопитесь делать выводы. Клип как бы состоит из двух частей. И с наступлением ночи все возвращается на круги своя. И вот тут уже все круто. Новые костюмы, необычный грим у вокалиста, горящие инструменты. Собственно, вся вторая часть клипа и является моей любимой. И она не была бы настолько крута без дикого контраста с первой частью ролика. Вновь удивили. 2012 год поразил, наверное, всех фанатов Рамштайн. Внезапно группа анонсировала новый клип, причем на песню 11-летней давности. Помню, даже был такой специальный сайт с отчетом времени до релиза. Чуваки, если тоже помните это, то проголосуйте вот в этом опросе. Очень любопытно. В общем, заинтриговали, так заинтриговали. И я скажу, что ждали мы не зря. Клип на песню «Майн Херс Брэнд» вышел красивым, стильным, атмосферным и до усрачки криповым. Сюжет ролика повествует о каком-то интернате, где с детьми происходят разного рода странные вещи. Тилли здесь поет со слезами на глазах, так как его и других участников событий удерживали здесь силком долгие годы. Издевались, морально ломали, будучи детьми их обкалывали наркотиками для подавления воли. В общем, чернуха тающего. И вообще, скорее всего, это была какая-то оккультная секта, о чем говорят вот эти образы. И вот бывший пленник вернулся в эти страшные стены. Он решил взглянуть своему детскому страху прямо в глаза. Главным злом здесь выступает надзирательница. Но после всего того, что главному герою пришлось пережить, его уже ничего не пугает. Он пришел мстить. Кстати, в съемках клипа приняла участие нестандартная американская модель Мелани Гайдас, которая страдает редким генетическим заболеванием, от которого у нее такое странное лицо и тело. Нет волос и всего три зуба. Да и те молочные. И это в 30 лет. Мой любимый момент клипа – это побег и пожар в пансионате. Бедные заросшие пленники бегут из этого страшного здания. Но один из них вернется, как мы знаем, убьет в обгоревших стенах мучительницу и вырвет свое сердце. И тут, мне кажется, речь идет о том, что несмотря на все мучения и страдания, это было его детство. Самые счастливые годы для каждого человека. И он одновременно ненавидит это место и любит. Здесь он родился, осуществил отмщение и умер. Ведь ничего другого у него нет. Это страшное место и было его домом. Также у прошлого клипа и песни имеется акустическая версия под пианино. И звучит она прекрасно. Клип снят в тех же локациях, но более камерно, а точнее вообще в одной комнате. Лично мне кажется, что это по сути флэшбэк. Это событие до развязки в прошлом клипе. Но именно этот клип открывает тайну, что тот самый страшный культист, который пугал детей, был сам воспитанником этого дома ужасов. Таким образом, трагедия приобретает еще более густые краски. По сути, самым ярким моментом этого ролика является осознание всего вышесказанного. МОЙН ХЕРТ БРЕННТ! Но если вы думаете, что на этом история двух предыдущих клипов заканчивается, то вы ошибаетесь. Оказывается, имеется еще одна версия, альтернативная, которую срежиссировал Эухенио Рекуенко. Он является неординарным фэшн-фотографом. Все дело в том, что по сути это не должна была быть альтернативная версия, а самая, что ни на есть, оригинальная. Просто его нестандартное видение не соответствовало драматургии песни. Поэтому для дальнейшей работы был приглашен другой режиссер. Но год спустя после премьеры официальной версии клипа появилось и это. МОЙН ХЕРТ БРЕННТ! Клип снят в другой цветовой гамме и имеет несколько сюжетных линий, которые более глубоко раскрывают будни этого места. Да, получилось весьма своеобразно. Я бы даже назвал это арт-хаусом. И пусть эта версия по духу не подходит Рамштайн, но я рад увидеть невошедшие кадры, которых, как мы видим, хватило аж на два полноценных клипа. Самое главное отличие этих двух работ в том, что в официальной музыканты и выставляются как жертвы и пленники, а в этой они полноправные участники событий и все зло идет именно от них. А управляющая вообще стала жертвой, которая хотела все это предотвратить и была по сути заложницей. Также здесь гораздо больше кадров с Мелани. Самый крутой момент для меня это когда Мелани идет по улице, пряча детей под подолом каркаса для пышных платьев. Очень жаль, что этот красивый момент практически вырезан в официальной версии клипа, да и история Мелани в целом. В общем, эта версия может заинтересовать фанатов группы, для остальных же максимум в качестве ознакомления, так как здесь сюжет отсутствует как таковой. Все очень арт-хаусно и, соответственно, непонятны ни мотивы героев, ни происходящее в целом, да и развязки как таковой тут нет. Наверное, вы немножечко устали от Рамштайн, поэтому сейчас небольшая рекламная пауза. А точнее, пару минут релакса и секса. Группа Alice Goes to Motherland выпустила новый клип. Но как клип? Можно сказать, что это французский арт-хаус. Приправленный острым соусом и томными образами. Кстати, ролик по сути является кульминацией всего последнего альбома группы. Эдакий эпилог. Забавно, что в конце клипа даже титры имеются в стиле Тарантино. Весьма креативный ход. Ну а устоять против стонов в вокалистке не могу уже во второй раз. Вы только ничего не подумайте. Я просто уже рассказывал об этом неординарном коллективе. Короче, тут метафора на метафоре. Противостояние темной и световой стороны личности, что должно быть знакомо каждому из вас. Оттого в музыку Alice Goes to Motherland веришь и вживаешься. Световая сторона соблазняет главного героя темной. Да, именно так. В общем, как я и говорил, арт-хаус в стиле Страх и ненависть в Лас-Вегасе. Крайне рекомендую ознакомиться с клипом по ссылке и конечной заставке. Ну а сейчас самое сладенькое. Три вишенки на торт. Переходим к самому свежаку. Три клипа с последнего на данный момент альбома, который мы ждали целых 10 лет. И уж то, что, но клип Deutschland реально стоил этих ожиданий. Если сказать кратко, то это самый крутой клип, который я видел в своей жизни. Реально, я не шучу. Это самый крутой клип в моей жизни. Если можете что-то предложить круче, то добро пожаловать в комментарии. Уверен, что бюджета, потраченного на этот мини-фильм, по-другому я не могу его назвать, хватило бы на несколько полноформатных фильмов. Что касается сюжета, то здесь рассказана история Германии с античных времен до современных реалий и даже со взглядом в будущее. Причем все показано без прикрас и розовых очков. А Германия представлена в виде чернокожей женщины. Клип масштабней некуда. Огромное количество локаций, натурных съемок, исторических событий, эффектов и массовки. К слову, все вы знаете, какой бомбой оказался этот клип. Из-за кадров в концлагерях и изображения Германии нацисткой державой и агрессором оскорбленных было очень много. Но такова история и Рамштайн молодцы, что не побоялись все это показать и напомнить. У меня, кстати, на канале есть отдельный ролик, который посвящен всем этим скандалам вокруг клипа Deutschland. Вот по этой всплывающей подсказке можете посмотреть этот выпуск. И потом возвращайтесь. Ну, реально советую посмотреть, потому что там есть о чем подумать, из чего просто поймать фейспалм. Выбрать любимый момент просто нереально, но я постараюсь. И не сочтите меня нацистам, но мой любимый момент клипа именно вот этот. Потому что он очень силен, ну и потому что он напрямую связан с нашим народом и с нашей страной. Ну, а точнее с СССР на тот момент. Кстати, обратите внимание, что во всех временных отрезках истории Германии то там, то здесь появляются красные лазеры. Именно их используют люди будущего, которые нашли беременную Германию. А значит, через ее ДНК, через ее тело они сканируют все, что с ней произошло. Они же и принимают роды. И что же породила Германия будущего, пройдя через все это? Пса. Не породистого, а обычную дворнягу. Такое ощущение, что это из-за смешения крови. Из-за того, что страну сейчас разрывают на части мигранты. Но давайте не будем углубляться в политику. А тут мы видим, что после того, как плод был вынут, Германия воспарила, словно мученица. Сам кадр, кстати, отсылают к другому клипу Рамштайн. Да и крылья у Германии механические, которые группа использует во время исполнения песни Энджел, что тоже весьма символично. После этого она, скорее всего, умирает и ее отправляют в космос в прозрачном гробу, который так сильно напоминает хрустальный гроб Белоснежки из клипа Зонны. Да, сколько не пересматриваю эту работу, постоянно нахожу в ней что-то новенькое. Рамштайн здесь переплюнули с самих себя. А следом вышел клип Радио. Попроще, поспокойнее, но все такой же стильный и злободневный. Нас вновь возвращают в 30-е года, когда кроме Радио другого способа пропаганды особо-то и не было, не считая прессы. В клипе гиперболизированно показано маниакальное влечение народа к этой простой машинке, но смысл, как всегда, между строк. Действие происходит в антиутопическом мире, всюду гвардия, полиция, все под контролем, но группа музыкантов, революционеров воспользовалась орудием пропаганды против самой же системы, из-за чего станцию и штурмуют. И вот мой любимый момент. Силовики вырываются в студию, пытаются сбить с ног революционеров, но у них ничего не получается. музыканты словно голограммы, они не подвластны этим цепным псам. И в итоге вирус распространяется не только на обычных людей, но и полиции приходится плясать под новую песенку. Всюду эйфория, мания и безумство, или простым словом свобода. А под конец выпуска немного секс-туризма. Почему нет? Причем туристы за запретным прибыли не абы куда, а к тузенцам. Вот уж где действительно буйство природы и настоящей незамутненной любви. Ролик забавный и юморной. В нем много прикольных и действительно смешных моментов. А фраза я люблю тебя произносится на нескольких языках, в том числе и на нашем могучем. А самый крутой момент связан как всегда с флакей. Бедного просто-напросто забыли на острове. А вот эта тучная женщина наверное сильнее всего хотела чтобы белый человек остался у них на подольше. Но как мы видим жить ему тут будет не сложно. Его сделали то ли местным вождем, то ли божеством, что по сути в таких народах одно и то же. А быть может его потом просто съедят. Да объемистый получился ролик. Возвращение так возвращение. И за свои труды ребят я всего лишь прошу распространение этого кстати если этот формат зайдет, то можно будет пройтись и по другим группам. Например обозреть полностью все клипы группы Slipknot или Мерлина Мэнсона. Да кого угодно. Главное чтобы вам понравилось. Кстати говоря можете в комментариях писать группы, чьи все полностью клипы ей хотели бы чтобы я рассмотрел. Язык уже заплетается, устал снимать, устал монтировать. С вами был уже эти последние пять лет Александр Дегтярев. До скорых встреч и скоро увидимся. Хух. Отмучился. Всем рок. Субтитры сделал DimaTorzok